Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пожароопасными выдались прошедшие сутки. Согласно оперативным сводкам, спасатели региона выезжали на тушение пожаров шесть раз. В одном из случаев есть пострадавшие. Так, в Жлобинском районе, вблизи деревни Малые Роги, загорелся мусор, оставленный на берегу реки Добысна. Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что на берегу реки происходит горение мусора. И возле него находится мужчина с ожогом правой руки. Мужчина пояснил, что находясь на рыбалке, увидел возгорание на берегу и попытался самостоятельно его потушить. Но не рассчитал свои силы и получил ожог. Мужчина сейчас находится в реанимации. Обстоятельства и причина возгорания устанавливается. А в Октябрьском районе пожар произошел в ангаре, где располагался цех по производству топливных гранул. В результате пожара огонь повредил утеплитель из минеральной ваты на площади около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Накануне в одном из дворов областного центра под колеса машины попал 9-летний велосипедист. ДТП произошло в 8 вечера на дворовой территории по улице Чечерской. Мальчика не заметил 58-летний водитель «Шкоды» «Фабия». В результате наезда велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники госавтоинспекции области чуть ли не ежедневно пресекают хищение дизельного топлива в хозяйствах агропромышленного комплекса региона. Житковический район, Светлогорский, Калинковичские – три случая за два дня. Где по 10 литров, а где и по 30 пытаются украсть. Но благодаря действиям правоохранителей все возвращено хозяйством, а в отношении похитителей топлива начат административный процесс. И в продолжение темы. Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о хищении минеральных удобрений сельхозпредприятий региона. В преступлении обвиняется 11 человек. Организатор группировки успел скрыться. Сейчас он объявлен в межгосударственный розыск. Согласно материалам дела, водители Речица Агрохимсервиса получали минеральное удобрение для транспортировки в различные сельхозпредприятия. Однако свой груз они везли на специальный склад. Там часть товара отгружалась, фасовалась и отправлялась на продажу в Россию. Оставшиеся развозили по пунктам назначения с сокрытием уменьшенного объема удобрений. Сегодня на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.